Итак, снова здравствуйте, это снова курящий из окна, и почему-то мне кажется, что у меня очень орёт музыка. Это вполне может быть, потому что я переустанавливал Windows с момента, пока мы с вами не виделись, и у меня всё несколько поменялось. Кроме того, у меня восстановилась, естественно, игра, у меня все достижения есть, но у меня, к сожалению, слетели настройки. Я вроде восстановил, как было, но не помню. Но мне кажется, всё равно в игре оно будет как надо. Ну, разберёмся, просто если что, то это будет такая несколько проверочная серия. Блин, controls, не надо, пожалуйста, назад-назад, блин, как назад делать, на escape. Я просто не помню, может у меня музыка была вообще вот так вот, но так она как-то совсем тихо. И гамма, не помню сколько была, надо было посмотреть, но я забыл, вот как всегда. Всё, начинаем, извините за это вступление. И чё-то мне хочется, не знаю, у меня много чего не пройдено, но сегодня именно захотелось поиграть в челлендж какой-нибудь. Мы в них практически не играли, да вообще не играли. Но хочу я это делать, скажем так, в случайном порядке, да, вот так оно делается. А если зажать, да, оно будет прыгать. Кстати, странно, почему-то они в каком-то очень странном порядке заблокированы. Наверное, это зависит от того, какие вещи я подбирал, а какие нет. Тем не менее, я сейчас закрываю глаза на секунд 10, наверное, буду отсчитывать. И буду случайными манерами сжать на кнопки вверх и назад и выбирать случайный челлендж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Шоу-ролл? А, слоу-ролл. Слоу-ролл это, по-моему, медленное катание, медленное качание. Да, ролл, ролики, кататься. Значит так, ну, проверим, я не смотрел ни одного из челленджей, я вообще не представляю, что они значат. И поехали. Жалко, конечно, что... Что-то такого айска я, по-моему, даже еще не видел. Не, реально, игра как-то орет мне в... О, ё, перный насос, господи ты, боже мой. Очень странная штука, я могу я ее управлять как-нибудь? Нет, по-моему, она просто летит в случайном порядке и все, да? Ну, хотя бы меня не бьет, то радует. Ладно, это очень, очень круто. Естественно, ой, а почему она так слабо-то бьет, а? Почему я даже какаху не могу замочить? Ну, хотя я этих могу. А на эти какахи, видимо, не действует то, насколько сильно я умею бить. Кэрриот, черриот, это, по-моему, единорог. Насколько я помню. Да эти, у меня сегодня мало времени, сегодня снова довольно поздно. Я в этот раз не буду отвлекаться и смотреть, что что значит. Будем просто так играть. Нет, если я буду пытаться убить все это, то у меня уйдет неимоверное количество времени. Оу! Блина! Оно бьет все. Я, конечно, очень интересно попробовать именно с этим побиться с боссом. Он, кстати, и босс там. Но мы к нему пойдем в самом конце все-таки. Потому что, ну, мне же надо хоть что-нибудь подобрать. Хоть чем-нибудь разжиться. Я вообще думал сегодня либо челлендж, либо попытаться на скорость пройти игру. Там за 20 минут надо дойти до мамочки и победить ее. Но я подумал, что я сегодня абсолютно с этим не справлюсь никаким образом. Так, вот синий камень. У меня есть бомбы, но я забыл на какую кнопку они... Да, правильно, на эту. Ну, а синий к сердцу неплохо. Правда, может быть, зря я их сейчас беру. Надо было бы оставить их до босса. Но не судьба так не судьба. Все-таки будет первый босс слабенький. Интересно, кстати, знать, кем будет этот первый босс. Опять монстра. Которого вообще у него абсолютно незавидная судьба. Некоторых боссов проносит. Ну, да, некоторых боссов здесь, кстати, проносит. И в том смысле, в котором это можно думать. Но нет, просто некоторые не попадаются и не убиваются. А вот монстра практически каждый раз. В каждой серии мы убиваем, и его должно быть очень жалко. Так, сюда я, по-моему, зашел зря. Да, костры здесь. Прохода никуда нет. Так что не буду я бить. Пойду изучу уровень и пойду далее к боссу. Даже можно поспорить, будет ли этот босс монстра или нет. А-а-а. Как, кстати, интересно, слеза сейчас я проверю. Вот, слеза, она возвращается ко мне, да? А если я вот... Да! То есть можно мной управлять, куда летит слеза. Здорово, что я это довольно рано заметил. Грибочек. Touch Fuser get dizzy. Your rage grows. Не помню, что значит ни то, ни то. Да, и не особенно мне это важно сейчас. Жалко тут нету, как в контре каких-нибудь... Ачивок на тему убить максимальное количество врагов за один раз или еще что-то. За один выстрел. Я думаю, на этом челлендже мы его получили очень много всего. Так, костры снова будут мною. Блин, как-то не пожертвованы, а... Оставлены в покое, и я не буду с ними ничего делать. Тайной комнаты тоже нет, потому что у меня... Кстати, интересно, магазина нет на уровне. Или... Или он у меня заперт был. Да, по-моему, он у меня был заперт просто, но... У меня нету денег, поэтому и в магазин мне идти бесполезно. Пойдем к боссу. Нет, фэмин. Хороший босс все-таки. Так, 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 иди ко мне. Иди ко мне, маленький. Блин, нет. Ну ладно, ладно, ладно. Все нормально. Да, три выстрела, и он наш. А еще есть шанс собрать Супер Мид Боя. Это было довольно круто. Супер Мид Боя, как и кошку, я еще не собирал в этом раунде. В предыдущей игре Супер Мид Боя собирал, а вот кошку ни там, ни там не доводилось. Ну, Гаппи. Бу-уль-тых. Или Гуппи. У меня просто привычка, что Гуппи это... Рыбка Гуппи. А кошка это... Не совсем то. Рассказать мне вам что-то абсолютно нечего. Как-то меня снова на работе что-то было, снова вне работы что-то было. Ну, никак особенных мыслей нет. Единственное вот впечатление, да, снова я переустанавливал Windows. Ой, это такое очень расслабляющее действие. Ну, не расслабляющее, а медитативное. Я занялся этим в пятницу после работы, часов, наверное, в 7 вечера. Ну, и примерно к полуночи закончил. Потому что переустанавливается-то Windows очень быстро, и там ничего сложного. А вот восстановить потом все как было, это еще тот челлендж. Так. Я что-то не понял, а чем мне... Ну, ладно, пойдем сюда. Да, нету ни сокровищниц, ни, по-моему, все-таки магазинов. Сокровищниц вот точно, мне кажется, нету. Снова босс. Ну, не хочу к боссу, хочу исследовать. Хотя, если такой уровень, что сокровищниц нету, то что мне исследовать-то? Ничего я тут не найду. Интересно, кстати, у этого челленджа нет какой-нибудь подоплеки, что мне его именно надо пройти за какое-нибудь особенное время. Надо просто пройти его, и все, я надеюсь. У меня есть две бомбы. Я забыл снова, как искать комнаты тайные. Может быть, она здесь? По-моему, совсем тайная прилегает только к одной комнате, а тайная прилегает сразу к нескольким, не помню. Ладно, экономим. Не, не экономим, вот здесь еще проверим. А может, их вообще нет в этом челлендже, кто его знает? Нет, есть тайные комнаты. Угадал. Снова эта мелодия, которая напоминает мне чем-то. Ложкой снег мешая. Ночь идет большая. О! Как-то у нас с ним не сложилось общение, вышло очень коротким. Ну, собственно, как со всеми врагами, мне даже интересно. Реально, кого в этом челлендже надо будет побеждать, чтобы его зачли там? По мне не осталось ключей, это обидно. У меня как раз начали появляться деньги, но ключи теперь исчезли. Хватит мне тут ножички показывать. Снова Дингл. Один из самых нелюбимых мной легких боссов. Но мне кажется, что... Ой-ёй, я забыл, что он так умеет делать. Теперь я вспомнил, почему он один из моих самых нелюбимых. Ну и да. Так, а белых мух я вообще не могу, да? Хорошо, берем. Это, по-моему, да. Дамаг и ренчап. То, что надо. И это комната дьявола, если я не путаю. О, хвостик. Ну, я думаю, с таким заходом, с таким набором, я буду брать тоже все, что дается в комнате дьявола. Хотя не знаю, что она дает. Какой нафиг кюрсет? Абсолютно бесполезную штуку я взял. Это типа... У меня бы оно летело. Мои слезы, черт знает как. Поворачивая, но так как у меня слеза такая, то она никак не полетит. Мм. Ну ладно, не судьба, так и не судьба. Слушайте, сейчас я проверю одну штучку и вернусь к вам. А, ну, собственно, мне ее не проверить. Просто, да. Ну, в крайнем случае, у нас эта серия выйдет без звуков от игры. Хотя это будет, конечно, совсем плохо. Просто я не проверил, не пишется ли у меня фрапсом мой микрофон еще раз. А я же его пишу обычно не фрапсом, а отдельной... Ой! Отдельной программой. Да, муха перестала жужжать. Хорошо. Бультых, наверное. Просто, чтобы не было двойного. Потому что, когда два раза накладывается это все одно на другое, то получается совсем некрасиво. О! Какая интересная музыка. О, я такую еще не встречал. Ну, естественно, пойдем сюда. А, ну, пойдем сюда. У меня нет ключей. Ладно, зайдем сюда чуть попозже. Эта музыка меня впечатляет. Да, блин, у меня снова нет ключей. Да, такие колонны я еще не видел. Хорошо. Пойдем далее. Какой-то довольно прямолинейный уровень, мне кажется, получится. Снова карта. Хермит. По-моему, Хермит это полезная карта. Да, она отправляет в магазин. Что я могу купить? У меня шесть денег. Я могу купить только таблетку и ключик. Ну, а давайте купим ключик. Кстати, интересно, в челлендже нету этого. Автомата для сдачи денег. Видимо, все-таки это можно делать только в прохождении. Ну, а ключик я возьму и исследую как раз тот сундук золотой. Если мне с ним повезет, конечно. Ай, вот, 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 вот. Мелая муха. Мне же говорили, ты меня не можешь, а ты меня можешь. Ну, ладно. Кажется, теперь мне будет уже не хватать моего красного сердца. Моего теплого красного сердца. О. Какие вы. Я надеюсь, вы хотя бы... О, а я могу теперь. То есть, это по времени ограничено, а не пока моя слеза на экране. Где-то пару секунд, наверное, нельзя стрелять после ее запуска. Но это меня вполне устраивает, а вот это меня не устраивает. Ну, 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 ну. Аккуратнее. Тесные пауки я их сначала принял по внешнему виду за этих. Которые стреляют из живота. Данки. О, такую штуку я не подбирал еще. Это Mask of Inferno или как Infinity. Damage Reduction. Не понимаю, что означает. Ээээ. Почему я... Мигал. Надо почитать, что такое Reduction, Reduction, но лень мне. Потом почитаю. Можно разбирать мою серию опять, потому что я сделал зря, что сделал правильно. Какие-то грибы там дышат. Все, идите нафиг. Не, это очень просто пока что кажется, я даже не знаю. Но единственное, если будет очень много врагов на экране, то будет сложно. А пока что в этом челлендже можно было бы даже пытаться пройти игру быстро. Ну, за 20 минут. Но я пока что не буду этого все-таки делать. Мне важно пройти челлендж. Потом, если перепроходить его внезапно, то уже так. Летать я не умею, поэтому этот сундук мне не взять. Даже несмотря на то, что у меня есть ключ. Ай! Ну как я так заделся-то? Абсолютно бесполезно. Забыл, что они стрелять умеют. Не, к боссу я пока что... А может и хочу к боссу. Что у меня по карте? Не, у меня еще немножко не исследовано, поэтому пока что к боссу не пойду. Тайные комнаты я опять же не искал. Я что-то запутался, где я нахожусь на секунду. Нет. Все, нашел. Грибы. Я забыл, эти грибы взрываются? По-моему, же взрываются. Сейчас, проверим. Да, появилась таблетка. Используем. Спасибо тебе. Спасибо, дорогой. Не забуду. Отец, может в этом челлендже все таблетки такие бесполезные. Ладно, еще одна комната и к боссу. Абсолютно нет мыслей. Даже не знаю, как-то абсолютно некрасивая серия, наверное, которая порадует тех, кто... Любят, когда в серии происходит только серия, а не всякая фигня. Да, вот этих вот уже довольно сложно попадать. Они абсолютно не хотят открывать мне свою шею, но... Но радует тем, что... А вы, типа, не зависите от... От того, кто здесь есть. Просто так стреляете и все. Я, кажется, знаю. А, нет, я думал, тайная комната сверху, но нет. Может, она здесь все-таки? У меня есть еще бомба, так что можно проверить. Ай! Заденет меня, да? Нет, не задело. Может, я не туда повесил? Да! Че это за игры? Дэ, дэндевские мышка, не надо меня. Хорошо, в магазине все взял. Идем к боссу. Главное, не напороться ни на что, а то я опять пошел к боссу на пролом. Ни на что не обращая внимания. Постоянно можно забыть что-нибудь встретиться. Хаск. Не помню, встречали ли мы его. Скорее всего, конечно, встречали. Блин, как мне его жалко-то, однако. Ой, комнаты дьявола мне не дали. Дали, по-моему, это снова будет. Да, HP Up. Да, HP Up, я уже узнаю. Это косточка для собаки. Ну, которая такая, не знаю, сладкая или пропитанная чем-то. Хотя вряд ли собаки любят сладкое. Пошли, бультых. По-моему, у меня сейчас только третий уровень. Не, уже четвертый. А, и всего-всего ничего, да? Блин, мне кажется, я совсем быстро этот челлендж пройду. Может, в этой серии придется пытаться пройти еще один. Чтобы по времени как-то уложиться. А может быть, наоборот. Так, в аркады пока что не пойду. Пока изучу весь уровень, поднакоплю денег, потом уже пойду в аркады. Что-то этот челлендж какой-то... Ну, может быть, тут босс конечный будет очень сложным, но... В принципе, конечным боссом всегда, мне кажется, должна быть мамочка. Так что... Так что и вариантов как-то сильно нету. К боссу, наверное, направо, поэтому пойду пока что... Ага. Вот это вот уже не очень удобно, я бы так сказал. Он снова нарвался на свою же... На свою же бомбу, по-моему, он это и любит делать. Больше всего. Так, бомба. Синих камней я тут не вижу. Я вижу костры. А то мне почему-то в этой серии больше всего палевно напороться на костер. Я их не убиваю никак абсолютно, и... Они остаются в большущих количествах. Ммм... Да блин, стреляй дальше! Я знаю, ты умеешь. Ключик. Книжка! Байбл-тракт фэлт-чвап! Еще раз. А, это книжка, которую нельзя использовать. Фэйтап. Усиление веры. Интересно, что делает. Потом тоже посмотрим, проверим. Блин, ядовитые сразу появились. Как-то вы не в тему. Так, таблетка у меня, по-моему, это спидап, да? Да, это спидап. Брать не буду, уже все знаем, что она делает. Странно, что, правда, всего одна таблетка пока что была, и уже сразу же повторилась, успел. Здоровья у меня маловато. Мне бы еще один хпап набрать, но... Я думаю, это будет достаточно просто, даже без хпапа. Ну, тем более, синее сердце мне дали. Опять-таки, жалко я сейчас из-за этих синих сердец не смогу сдавать сердца. Хм. Ну, в этой, в аркадах. Потому что сердец у меня по уровню валяется довольно-таки много, но... Жалко будет сдавать. Мм, пройдем просто так. Да и денег у меня что-то вообще не дают. Всего лишь пять штук осталось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, как я интересно пробежал. Меня не задело ничего, и я еще сделал так, что у меня оно поубивало очень много. За один раз... Раз, 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 раз. Аккуратнее. Ай! Ну, я же сказал аккуратнее. Вот не на костре... Ну, все, у меня нет синих сердец, можно будет сдавать их. Как-то мне это грустно. Прямо как этому, который только что плакал. Он плакал просто так, да? Просто так, не от того, что я его убил. Так ни на что не напарываемся. Идем сюда. А-а-а. А-а-а. Э-э-э. Да блин, не туда... Не туда стрельнул-та. Вот это уже сложновато. Немножко. Ну, немножко, конечно, совсем, но все равно. Так, этого я, по-моему, могу в любой момент, да? Ну и давай, откройся мне. Расскажи мне все свое. Ха, есть половинка белого сердца. Главное не забыть за ней вернуться. Пока что я не буду ее брать, хоть у меня здоровье. А, ну у меня здоровья мало, но у меня сердец-то валяется по уровню дофига. Главное сейчас не сфейлить, а я же это умею. Еще как! Ладно, ладно. Так, а теперь вас обо... Ой! Не туда, не туда, выстрелил. Главное вас обоих, да. Обоих за один раз получилось. А, есть магазин, но нет ключей. Напоминает... Напоминает песню группы кино. Что-то там... У меня есть дом, только нет ключей у меня. Ага, но оно среди туч. Есть голова, только нет плечей. Но я вижу, как туча режет солнечный луч. Из поздних альбомов что-то... Не совсем то, что мне нравится в творчестве группы кино. Но помню, пели много. Хорошо! Наверное, кстати, тут уже очень многие забыли, что я одно время сильно увлекался этим. Ну, естественно, когда был более ближе к подростковому возрасту. Как-то это все проходит в любовь большую на всю жизнь, но слушать становится все сложнее, потому что то ли заслушана додурь, то ли еще чего-то. Но любить не мешает. И уважать. Даже скорее уважать. О, да, я говорил, что у меня дофига... О, как мне повезло. Я говорил, что у меня дофига сердец, но они закрыты. С другой стороны, я могу его взять. Я, пожалуй, его даже возьму. А, нет, пока что не возьму. Может, оно мне и не понадобится. Хотя, если я буду... Буду участвовать в игрушках, то, значит, понадобится. Но сначала я пока что буду так. И не отличается это ничем, только тем, что опять у меня мухи выпадают. Блин. Ну, сделай мне что-нибудь за мою Библию полезное. Конечно, это наверняка не та вера у меня повышается, которая должна мне помогать зарабатывать здесь что-то. Но... Да, это ж не лак, это фейт. Снова муха. Мальчик, у тебя что-то неправильное внутри. Убирай свое помещение. У тебя одни мухи под черепами. Помой хотя бы черепа там. Продезинфицируй. Че, снова это фиговин? Снова спид... Снова спиддаун. Мне везет. И керриот я еще ни разу не пробовал. Может, это все-таки не единорог, но почти наверняка единорог на самом деле. Да, и снова муха. Ну че, денег нету. Сейчас сдам еще чуть-чуть. О, деньги есть теперь. Но мальчику я их не отдам. Мальчик меня бил. О! Ай! Ну хотя да, это можно было делать. У меня же здесь как раз полтора сердца валяется. Не хочу отдавать мальчику. Хотя хочу, почему нет. Автомат-то на самом деле меня тоже абсолютно... Только хотел сказать, что он меня так же обманывает, только просто ничего не дает, а не мух. Но он решил доказать, что он умеет мне давать и мух тоже. Ладно, тем ему хуже. Взорвем всех. О, карасбомбы вы мне дали. Тем более взорвем всех. Мне, правда, могут дать еще денег за победу над боссом, но возвращаться я, наверное, не захочу. Мне будет лень. Поэтому будем пробовать так. Да, снова последняя деньга исчезла. Значит, рвем это. Ага. Надо было мальчика рвать. Все-таки снова мне денег надавали. Ну, мальчик так мальчик. Просто с мальчиком не так выгодно, как с автоматом, потому что у него больше времени происходит на то, как он вот это зафигачит. Блин, хотел... Ну, в смысле, до того времени, когда он выдаст мне подарок. Пока он все переделает, о, выдает мне подарок, то, что надо. Fly love. Родов... О-о-о, как я здорово выгляжу, а. Еще рот такой открытый. Такая мясо пролетает рядом с ртом. Кажется, что он будет... Его есть. Так, сдавать кровь я не хочу. Взрываю. Ну, и, естественно, он мне ничего не дал полезного. Ну, хотя, может быть, будет полезно, если с босса у меня не зайдет. У меня еще дофига бомб. Надо проверять тайные комнаты. Не повезло, странно. А, наверное, она будет где-нибудь... Блин, а вот в продолговатой комнате сложно найти центр комнаты. Наверное, мы это сделаем вот так вот все-таки. А, а здесь не может быть, да? Блин, как бы не забыть про белое сердечко. Я же обязательно его забуду, забрать. Хм, снова не угадал. Странно. Обычно мне больше везет на это все. Ладно, еще... Нет, не еще одно. Да, еще одно место проверю. Вот здесь вот и все. То бомбы, они тоже еще пригодятся. Ну да, в конце концов, довелось. Ну и, естественно, я взял деньги и зря все это уничтожил. Ну и фиг с ним. Пойдем к боссу. Естественно, босс будет сложный или нет. Что-то я не понял. Эээ. А почему это место как-то странно на карте обозначено? Что у меня тут есть? Или здесь у меня был какой-то соперник, которого я уже... А, да, здесь был этот мини-босс. Бомбермен. А где босс-то? Я думал, босс там, где нарисовано это. Да, к боссу, по-моему, через всю карту придется переться обратно. А, ну тем более я могу зато сходить в магазин. У меня есть и ключи, и магазин, и деньги. Так что все вместе. Пойдем проверим, что мне могут дать. О, какие интересные штаны. Но какие-то все бесполезные для меня. Что-то ключики подорожали, или я... По-моему, я ключик за три монеты покупал в первом раунде, а тут уже за пять предлагают. Но ничего не дают, значит, все, к боссу точно. Можно заодно карту Керриот все-таки проверить, черриот на этом боссе. Хотя, с другой стороны, наверное, нет. Я тоже до мамочки его сохраню. Мега Фетти. По-моему, не было его у меня. А может, и был. А может, и был! Да, точно, по-моему, был. А, он притягивает меня. Да, значит, точно был. Ой-ой. Это довольно интересно. Не совсем понятно, как в проекции падает то, что он на меня делает. Ну, все-таки... Все-таки он мне снял немножко здоровья, но и вернул тоже его полностью. И есть у меня булавочка. Evil range shot speed up. Что-то как-то я все равно... Не могу сильно уследить за разницей. Так, все, я не забыл. Я не забыл. Только хотел прыгнуть. А, ну да, белое сердце у меня как раз валяется рядом с боссом. Так что все удачно. Все нормально. Можно даже еще здесь проверить тайную комнату на всякий случай. Но нет. Откуда-то у меня взялось черное сердце, я не совсем понял. По-моему, я его не подбирал. Но без разницы. И дадут мне. У меня как-то белое сердце припаялось к красному. Но, по-моему, так всегда и происходит. А, это еще я не к боссу иду все-таки. Я что-то думал, что к боссу уже. Ну, это было бы совсем как-то быстро. Ага, и битва, да? Ну, давайте поборемся за что-нибудь. Да, блин, какие-то... Какие-то очень слабые награды мне дают. О, здорово. Так, рубашечки. Вот, больше всего не люблю рубашек. Хотя нет, это нормальные рубашки. Я кровавые рубашки не люблю, которые прыгают. А это такие маленькие рубашки. А вот мозги, интересно, мне тоже надо попадать в них сзади? Или хватит... Не, хватит с любой стороны. Потому что если бы надо было в них попадать именно сзади, это было бы, конечно, сложновато. Ну, спасибо тебе, тролла бомба, за награду мне. Ну, отмучились я. Хорошо. Ой, какой... 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 Я офигею. Странно вообще, вроде... Этот самый-то челлендж далеко не из самых начальных. Хотя, может, я что-то путаю. Просто странно, что он такой легкий, действительно. Хотя сейчас я все говорю, что легкий и легкий, а потом мамочка меня как возьмет, как замочит. Ну, и, кстати, по времени, мне кажется, будет, конечно, короткая серия, но все-таки можно будет и не снимать второй заход. Благо, что... А можно будет... Ооо! Ааа! Я думал, будет обязательно по этим, по шипам идти надо, но нет. Они убираются. Просто я люблю такую логику, что... Оооо! Какая штуковина! Мне это нравится. Это выглядит... Это выглядит брутально. Они прямо показывают, что они могут. А я не могу сброситься опять в эту пропасть. Ну и фиг с ним. Бывает, хочется иногда в пропасть, но не дают. Так. Осторожно! Шипы убираются. Успел. Хотя, кстати, можно спид... Спиддаун настолько... Настолько разработать, что я буду не успевать проходить эти шипы. Наверняка же можно. Мне кажется, эти проклятия, они... Достаточно бесконечные. Вот все-таки хотелось бы понабирать спиддаун до того, что я бы, например, вообще не мог ходить по карте. Или просто двигался бы очень-очень медленно. Хотя, наверняка, там все-таки не до самого нуля можно это делать. А только до каких-то более-менее разумных причин. Потому что, если бы я там дамаг... Дамаг даун заработал, то... Было бы это... Так что я бы вообще никого не смог убить, и просто проиграл бы раунд. А скорее всего, все-таки проиграть раунд в этом раунде... Ну, проиграть раунд по таким причинам здесь нельзя. Хо! Интересно. Два ключа. Раз. Два. И дофига бомб. Снова придется идти искать тайную комнату. А может она, кстати, здесь так и запрятана, забавно? Нет, здесь она все-таки не запрятана. Ну, нет так нет. Ой, мальчик, тебя так замуровали. У меня как раз есть бомбы. Главное, тебя не взорвать случайно ими. Тем более, у меня деньги есть. Хотя, может, деньги все-таки до магазина поберечь? Да, я, наверное, все-таки до магазина поберегу деньги. Посмотрю, что мне там дадут. Эй-эй-эй-эй-эй. Вот, зеленый уже. Так, повезло, что у него было чуть-чуть поменьше длина выстрела, чем я убежал. Ну, я же бы тебе чисто в проекции попал, а ты все равно туда делся. Ну, ладно, фиг с тобой. Сюда еще какой-то... Это длинный довольно уровень. А, или меня защищает мое мясо. Да, меня скорее мое мясо защищает. Оброс мясом. Правда, обычные люди обрастают мясом как-то симметрично по телу. А вот ты, Айзек, оброс мясом одним куском этого, летающим вокруг. Ну, у каждого это происходит по-своему. Так, здесь тоже не везет. Не, все. Бомбы не будут тратить, они мне еще могут пригодиться опять-таки. Ой, мухи, мухи. Мухи мухам рознь. Кстати, такие маленькие мушки еще летают. Чем-то мне напоминающие моль. Хотя нет, моль все-таки она более отвратительная бабочка, чем эта маленькая муха. Ключик мне не дают, да и не нужны мне ключики, а тем более на этом уровне. А за следующий уровень я вряд ли истрачу столько, сколько надо. В шипы бы мне сходить. Но не хочу. Пока не хочу. У меня сердец довольно мало. Да и у меня же задача пройти челлендж. Я думаю, я обойдусь без того, что у меня там есть. Что мне там могут предложить. Не, ну реально, ни одного сложного врага практически. Ну, был там вот самый первый босс. Ай! Вот это я ступил, а! Вот это я ступил. Череп, давай я тебя взорву. Может, из тебя будет что-нибудь. Не, ничего из тебя не будет. И даже сюда. Как-то бесполезно. Ай! Но все время забываешь, что надо прямо стоять. Что эта слеза очень как-то криво начинает лететь. Если я хоть немножко поворачиваю. И ой! Вот здесь вот сейчас будет жарко, мне кажется. Ааа! Это не те, которые красную струю огня и любви из себя выстреливают. Это те, которые маленьких чабов. Ну тогда, значит, будет не сложно. Да, даже вот так вот получится. Е! Всех я добил здесь или нет? Да, по-моему, всех. А нет, не всех. Вон еще появились. Да, тут и босс, и магазин. Как удачно-то. Я быстрее тебя выстрелю. Чуть-чуть-чуть-чуть не это. Так, а тебя брать куда? Ладно, пускай будет на всякий случай. Хотя все равно пользоваться не буду, не умею этой штуковиной пользоваться абсолютно. О! Не помню, что дает. Так, синяя муха, по-моему, тоже не брал ее никогда. Но купим мы ее. Денег у нас много. Пускай будет. Джент, спайдер, сэнд, флайс. Ну, гигантские пауки и мухи, я не понял, они мне не наносят урона или они появляются, если меня мочат? Так, там денюжка была. Денюжку нашла. Ой, мне звонят. Извиняйте. Сейчас. Ну вот, я тут снова здесь. Кстати, по-моему, первый раз на эскейп нажал и удивился, что на челлендже тоже есть... Ой, как это называется-то? Не пин-код, а... Ну, короче, эти вот 8 цифр-буков. А, СИД. То есть, интересно, эти челленджи можно проходить на обычной карте любым персонажем, получается. Довольно забавно. Ну, в смысле, да, ну, на обычном приключении, то есть эти карты, но любым персонажем. И урон у меня довольно большой, вон, на мече все полоски заняты. Хорошо, это не важно, я думаю... Ай, у меня джойстик успел отключиться автоматически. А-та-та-та-та, микрофон, вставай как надо, резюм, поехали обратно. Да, не, Айзек какой-то такой, практически хоккейный вратарь. Получается, у меня ходила я в магазин-то? Да, в магазине я купил муху, которая непонятно что делает. И сейчас у меня будет снова не мамочка и не главный босс. А главный босс, я надеюсь, будет мамочка. Так, у меня, в принципе, дофига сердец разбросано. Пойдем-ка мы сходим все-таки туда, куда я не ходил. Я обычно в эти шипы никогда не хожу, но тут же у меня очень много сердец валяется по уровню, поэтому... Ну, грех будет не сходить. Заодно посмотрим, что там происходит. То я все время забываю... А, у меня еще, да, есть кому поздавать. Тем более, не зря сюда вернулся. Он монетки жрет. Как не в себя просто. Этот мальчик тоже очень любит деньги, как и в предыдущей серии. Ой, ты дал мне The World. А что мне будет полезнее? Карта или The World? А я забыл, The World он, по-моему, показывает... Показывает все тайные комнаты или нет? Не помню. Я думаю, все-таки я Кэриот оставлю себе. А, The World можно здесь, кстати, использовать. Если я прав, то он покажет мне оставшиеся, что называется, тайную-тайную комнату. Прав я? Нифига я не прав. Ну и ладно. А, мальчик, давайте я доздаю деньги. Я думаю, они мне все равно не пригодятся там сильно. А, ну да, он же дает не только артефакты. Он дает вообще любую хрень абсолютно. Ну, тоже неплохо. Ну и все, ничего у меня не осталось. Сейчас мальчик пойдет. На черное сер... О, такую штуку я не брал. Это козел. Ну, судя по всему... Ну, да. Ну, вряд ли это голова Гуппи, а целиком козла мы вряд ли тоже сможем собрать, чтобы превратиться в козла. Блин, мне даже интересно, что она дает. Сейчас все-таки посмотрю, такой интересный артефакт. Чего-то странно довольно, если честно. То ли я какой-то абсолютно тупой, то ли там, где я смотрел, допущен косяк. Но я промотал три раза все предметы, рассматривая глазами, пытаясь эту козлиную голову найти, и так и не опознал. Нашел муху синюю, понял, что купил ее абсолютно зря, потому что она просто усиливает силу моих синих пауков и мух, но не дает их. Нашел эту маску, которая на мне, которая дает шанс блокировать выстрел в лицо и еще что-то. Нашел даже, что кошачий хвост, он все-таки не делает мои выстрелы кривыми, а как-то восполняет, когда мне наносит урон, вот это, заряжает вот эту фигню в углу экрана. Этого козлиную бошку не нашел, не знаю. Ну, неважно, я думаю. Все равно, скорее всего, это все-таки что-то полезное, чем не полезное. Так, мальчик, ты мне даже... О, какая-то интересная карта, что ли? А, нет, нифига не интересная карта. Показалось, что она не такая, но нет, они все оформлены примерно так. Не помню, что она делает, но использовали ее, ладно, я все-таки хочу кэриот донести до туда, докуда хотел. Подождите, а у меня там что, аркады еще были, что ли, или что? Я уже как-то подзабыл. Нет, это не аркады. А что здесь было? А, понятно, что здесь было. Ладно, не надо. Все, мне кажется, что пора идти к боссу и не мучиться, да? Потому что тайные комнаты искать тоже бесполезно. Мальчика взорвать напоследок, что ли? Да, мальчик, извини, но ты мне не очень понравился. Тем более у меня есть много ключей. О, только что подобрал голову козла, а теперь голову кошки. Reusable Tears Burst. Тоже не знаю. У меня проблема большая, что я, когда подбираю что-то, я читаю вот эту вот хрень, которая якобы описание того, как она действует. А надо-то читать название, название самого предмета. Тогда не надо будет глазами искать его в списке на Википедии, на Вики. А можно будет просто ввести название и все, и не мучиться. Так что вот. А, слушайте, а я что, все-таки не открывал? Все-таки мне World показал эту тайную комнату, да? Да, и здесь еще не... Ну, снова мальчик у меня пострадал ни за что. Ай, снова хочу сдать, но некому теперь. Ладно. В общем, я как всегда в своем стиле. Пойдем к боссу, ну его. Пойдем. А, а голова кошки у меня подобралась сюда. А как мне ее использовать? Сейчас проверим на боссе заодно. Вау, война! С войной мы еще не бились тут. Ого, господи ты, боже мой. Хорошая штуковина, но, к сожалению, я использовал ее совершенно не там, где надо. Если бы я использовал ее совсем рядом с боссом, то... Я думаю, боссу было бы крайне плохо. Но мне не повезло. А мне не повезло! Блин, а теперь повезло. Снова меня пускают. Ага, второй кусочек супер-мидбоя. Тоже то, что надо. Вон он, улыбается. У него нету одного зуба. Вернее, наоборот, у него весь рот состоит из одного зуба и в нем маленькая дырочка. Что мне тут предложат? Ну, в принципе, правильно. Сердца я сдавать не хотел, а вот это я, наверное, даже использую. О, синее сердце. Синие паучки, вы мои или вы хорошие? Ну да, вы, наверное, хорошие, да? Да, вы хорошие. Вы мне урон не наносите. Вы пойдете со мной отсюда? Тем более у меня есть муха, которая увеличивает урон от вас. Да, и они реально большие, смотрите. По-моему, до этого они были помельче. Тем не менее, по-моему, на уровне я ничего сильно не забыл важного. И пойдем, бультык. Да, пойдем и бультык слились, и были какими-то некрасивыми вместе. Снова там Айзека. Я не знаю, кстати. По-моему, этой картинки я еще не видел. Может, они все-таки вняли, наконец-то, моим просьбам и дорисовали новых страхов Айзека? Если это так, то это довольно круто. Одни благодарности. Потому что, ну реально, мне кажется, любой художник, который хоть немножко этим умеет заниматься, умеет это нарисовать. А любой человек, который может что-нибудь придумать, может это придумать. Так. Хотя, ой-ёй-ёй-ёй-ёй. А вот вы такие быстрые-то, ё-моё. Плохо, а выпустила, уже никак себе не помочь. Снова аркады. Ну, я думаю, в аркадах я просижу не сильно долго. Ну, как мне все-таки нравится эта музыка. Она потрясающая. И готишная, и веселая, и азартная. Особенно вот эти проигрыши. Снова бы мне это уже... Снова спитдаун! Реально, я мог бы выполнить то, что я хотел. Я бы мог сожрать уже 4 или 5 таблеток спитдауна, если б ел их все. Я думаю, это было бы очень занятно, на самом деле. Даже, наверное, зря, что я это не делал. Но если эта таблетка привязана именно к челленджу самому, то, может быть, можно будет потом попробовать пройти его, как раз едя их все. Ну, а пока что нет. Пока что будем эту таблетку есть. Ну да, экспози... О, дю, дю, дю! Хорошо вовремя успел просчитать, что я съел. Ладно. Надо было, кстати, пробежаться по аркадам и с этой экспозиции в диарео взорвать все, что можно. А может и не надо, может мне сейчас еще дадут денег, и будет тоже неплохо. Сразу тайную комнату, хотя вряд ли она здесь. Да, она вряд ли здесь, потому что это какой-то такой... Конец карты совсем. Проверяем все, что есть. Вот, ой, ё. Ладно, ладно, аккуратно. Аккуратно. О! У этой слезы еще довольно нехилый радиус воздействия. Видели, она пролетела где-то вообще далеко от пауков, но все равно всех их убило. Ой, какая грустная запертая какаха. О! А, Супер Мидбой начал достреливать, здорово. И наконец-то я понял, мне же можно просто держать зажатой кнопку, и все равно будут эти слезы вылетать. То есть можно не терять времени. С другой стороны, можно случайно выпустить эту слезу и потом долго ждать, когда она возвратится ко мне. Нет, бомб у меня мало, не буду взрывать то, что там валяется. Будем пока что экономить. Ай, вот, опять не туда. Ладно, ну ладно, муха, 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 я тебя задену. Я же тебя задену. Вот, одну задел, теперь вторую давай. Да. С каким-то странным звуком они плевали в меня, с таким гавканьем. Оф, оф. Блин, мы вчера пересматривали первого Эйса Вентуру, это... Ой, как он там гавкал, это вообще чудо. Есть, по-моему, четыре момента в первом Эйсе Вентуре, которые врезаются в голову навсегда. Я фильма уже не помнил, я его смотрел, черт знает когда. Но вот эти моменты всегда, где он там орёт в дверь, закрывая, открывая. Ну, только как он гавкает, это не такой момент, это вообще такое. Ну, естественно, где он в душе, там, Вантузом вот всё делает. Ну, не буду спойлеров, если вдруг не смотрели, посмотрите обязательно. Только не в дубляже, а в многоголосой озвучке. Ну, или в Михалёве, но я в Михалёве всё-таки не осеял посмотреть. В Гоблине ещё могу, а вот в Михалёве, ну, старые... Старые мультфильмы ещё можно того же Короля Льва, потому что они в детстве были так. Только в Михалёве и больше никак, они именно так воспринимаются. А вот эти фильмы всё-таки... Хотя тоже, наверное, в детстве, но по телевизору, и, соответственно, Михалёва на телевизоре не было. Так, здесь мы всё изучили, ну вот, хоть что-то от себя сказал, а то хорошо. Вообще, надо бы знать, что посмотреть. Я уже столько хороших фильмов посмотрел, что по выходным становится сложнее и сложнее подбирать. В чём ещё таких глубоких фильмов, может быть, и можно, а вот хороших комедий, к примеру, вообще довольно сложно найти. Они все либо какие-то абсолютно странные, либо абсолютно просмотренные до дыр. Куда ещё идти? Тайная комната, кстати, наверняка будет вот здесь вот. Получится у меня взорвать и эти черепа, и тайную комнату открыть. Да, получилось. Правда, ничего мне не дали. Ну, хорошая тайная комната. Правда, довольно бесполезная для меня. Надо не забыть пользоваться этой кошкой. Офигенное средство. Я думаю, взорву... Да, я сначала использую её, потом керриот, и мамочка там прямо падёт на колени. Мне кажется. Я думаю, вряд ли нельзя использовать уж кошку-то с мамочкой. Ой-ёй-ёй, вы с меня стреляете? Я забыл. О-о-о! Ой, мясо-мясо-мясо, добивайся! Это прямо отбивание мяса. Если такие враги, можно было бы каким-нибудь оружием Айзека сделать такой молоток для отбивания мяса. Хотя, не уверен вообще, что им в Америке пользуются. Хотя, не, наверное, пользуются. Мясо-то у них такое же, мне кажется. Не может это быть чисто наша придумка. Хотя... Сейчас. Хотя вот реально есть какое-нибудь слово... Вот я сам узнал, посмотрев только кинофильм День выборов. Вы, наверное, уже знаете, что я имею в виду. Слово «чапельник». Там с ним просто было много чего связано. Чапельник у них это была такая штука для... Ну, используемая в виде ручки для сковороды без ручки. Покупать? А, у меня денег не хватает. Накопить бы. Да, ну вот... Тоже, конечно, замечательная фраза про то, что никто не слышал про замечательное новое изобретение. Сковородка с приделанным к ней чапельником. Называется «сковородка с ручкой». Ну да. О, золотая какаха. А мне она нужна? Вообще, ключей у меня много. Но не буду я делать. У меня ключей много, а бомб мало. А бомб она только бомба и будет. Да. В общем, да. Можно даже в Яндекс.Переводчик... Ай, я не скинул бомбу случайно. Нет, вроде. Бомб с окей. Ой-ё. Зачем я это сделал? Ну, наверное, даже хорошо. Не все комнаты исследовал. Сейчас пойдем. Вряд ли Яндекс.Переводчик, короче, переведет слово «чапельник» на английский язык. А само понятие сложно опознать. Реально нету слова для этой вещи. Ну, прихватка или еще что. Ну, прихватка это, наверное, все-таки что-нибудь другое. Это такая... Как ее зовут-то? Ну, для горячего. Рукавичка такая тряпочная. Вряд ли прихватка это именно это. Дайте мне ключ. У меня вообще ключей нету. Правда, он мне нафиг не нужен. Потому что это последний раунд. Извиняйте, я тут снова простуженный. Может быть, КА будет уже пару недель под 30 градусов. То, мне кажется, перестану быть простуженным. А пока что нет. Ну и все. Мамочка, наверное. Пошли. Не забыл я? Да. Так, на какую кнопку мне что-то пользоваться я опять забыл. Во! Кошка, блин. Ай-ё. Прикольно. Ну, ладно. Хорошо. И кошка, кстати, восстановилась еще. Снова супер-медбой. Или это не супер-медбой? Нет, по-моему, это не он. Ой-ё-у. Так, а мне можно в комнату дьявола? Или мне можно брать вот это? Интересно. Я что-то не сильно разбираюсь на самом деле. Ну, давайте сходим. Посмотрим, что в комнате дьявола. А, ну комната дьявола. Самая обычная комната дьявола. Я даже, кстати, могу подобрать все вещи эти. Мне кажется. Мне же хватит здоровья, да? Давайте проэкспериментируем. Раз. Зря взял. Ну, ладно. Главное не помереть, а. Два. А, тоже зря взял. Ну и три. Не до конца понял, что означает умноженное на один под вопросом. Честно. Но все-таки кошка мне понравилась. Возьму я ее. Сейчас подумал на мгновение, что, а вдруг, если я с этих стендов беру вещь обратно, то с меня еще сердце снимется и будет полный кирдык. Но нет, все нормально. И берем... Shadow and Penny. Коча заработала я какой-то артефакт, который, скорее всего, добавляет как-то денег. Ну вот, абсолютно простой челлендж, на мой взгляд. Все-таки буду я заканчивать серию. Мы, конечно, даже часа не наиграли, но нормально. Я сейчас подумаю, может быть, даже еще какой-нибудь челлендж сразу сейчас записать. Будет довольно уныло, но... Может быть, взять самый последний челлендж и попытаться его затащить. Посмотрим. Правда, я не уверен, что последний челлендж будет самым сложным. Хотя, по логике, должно быть так. Но, тем не менее, сейчас это был Курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь. Все это делайте на ютубе. Желательно. Потому что мне это особенно приятно. В разных труднодоступных местах. Да, и, кстати, сегодня 31 мая. Сегодня заканчивается голосование на моей странице во Вконтакте, которое шло просто с суперактивностью. Там, наверное, человек 500 проголосовало. Я аж офигел. Ну да, это такой сарказм. По выбору того, что мне снимать в дополнение. Но у меня всегда было несколько вот таких игр. Ну да, у меня Planser's Zombs, которые я снимаю редко, но под настроение. Айзек, который тоже бесконечный. Должна быть какая-то игра, которая все-таки проходится. Спрашивал я, что мне там. Вот. То есть это Half-Life. Ну, окончание Half-Life, эпизод 2. Какой-нибудь квест и, соответственно, другая любая игра. Давайте все-таки я оставлю еще на пару дней после выхода этой серии этот опрос. Я говорил, что он до 31 мая закончится. Ну, пускай будет. Просто разная аудитория. Я об этом говорил только там, где Plans vs Zombies. Только в этой серии. Давайте еще. Если у кого-нибудь есть желание, проголосуйте. Вдруг что-нибудь жестко поменяется. Потому что пока что довольно серьезно побеждает вариант с квестом. И, в принципе, мне это тоже достаточно близко. Правда, потом мы будем выбирать квест от Дедаликов или не от Дедаликов. Если от Дедаликов, то я впишу все названия названия квестов Дедаликов непройденных и выберем там. Потом будем выбирать, озвучивать ли мне персонажей или играть с русской озвучкой. Потому что старые квесты Дедаликов озвучены на русский, я посмотрел. Мне бы было, конечно, очень круто пытаться озвучивать, но если это кого-то дико бесит, то я согласен как бы. Хотя там мои мысли это не столь важно, как, мне кажется, само состояние происходящего. Все, теперь точно подписывайтесь, смотрите и до свидания. Пока.